Определённые действия по имплементации этого законодательства, рамочной конвенции Молдовой, сделаны существенно. Мы являемся равноправными гражданами Республики Молдова, независимо от нашей национальности и от нашей численности. У нас, к счастью, одинаковые паспорта с титульной нацией, в отличие от некоторых государств, которые входят в Европу. У нас равные права конституционные по праву на труд, по праву на образование, по праву на здравоохранение. И хотелось бы сказать, что Молдова в этом плане одно из государств, которое действительно многое внедрило и внедряет из тех положений рамочной конвенции, которые зафиксированы в ней. Тем не менее, и тот, хотя и в урезанном виде уже принятый закон о правах лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, есть статья 22, которая регламентирует, что при принятии правительствами, министерствами, ведомственных решений в области образования и культуры, они обязаны консультироваться с общественными организациями национальных меньшинств, что, к сожалению, не всегда происходит. И мы имели этот опыт, когда в 2011-2012 году мы не имели финансирование по обучению своего родного языка. В 1998 году была грубо нарушена рамочная конвенция, когда Тераклийский район потерял свой статус. И мы хотели бы сказать, что закон, принятый о недискриминации, это недискриминация в отношении к законодательству. Да, мы не дискриминируемся, и равно применяются все статьи и всего законодательства к нам, как к лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, так и к лицам титульной нации, но это не означает равные права. И я бы хотел заметить, что права национальных меньшинств – это не какие-либо полномочия или поблажки, это права человека, это права граждан. Поэтому в любом случае конвенция принята после всех тех потрясений, которые происходили в Европе на основе этого исторического опыта. И поэтому Европа давно поняла, что четкое соблюдение прав национальных меньшинств означает стабильность в стране и ее полноценное развитие.